Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу работу. Вторая половина дня у нас также два доклада. Доклады, скажем так, очень острого характера, возможно, судя по названию. Ну и первый доклад, разрешите представить, монголо-российские отношения и противоречия, которые есть. Наш основной докладчик, господин Базарвань, начальник Центра изучения России и Центральной Азии, Института Стратегических Исследований Совета Национальной Безопасности Монголии. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я бы тему немножко по-другому не сказал, что противоречия, это как-то слишком острый, поэтому я скажу о некоторых вопросах российско-монгольских отношений на современном этапе. Но я буду коротко изложить. Если сказать простыми словами, то отношения двух стран продолжались максимально стабильно. Мы с вами, исторические соседи, наши отношения развивались не с 90-х годов, а с современным становлением обоих наших наций. Поэтому мы, как никто, знаем обо всем позитивном и негативном наших отношениях. Если рассмотреть новейшую историю, то бывший Советский Союз признал независимость Монголии и остановил первые дипломатические отношения 5 ноября 1921 года. Мы эту дату всегда помним. С тех времен до 90-х годов, прошлого века, было немало перепетий и непонятных соглашений в отношениях двух стран, но все это осталось в прошлой истории. В частном виде есть два типа важных документов, подписанных после 90-х годов. Важнейшим из них является договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 20 января 1903 года. Подобный тип договора основывается на принципе пакта сан-серванта и согласно международному праву обвязывается к исполнению исследований, поэтому считается самым важным документом. Второй тип документов с юридической точки зрения не идентифицируется с вышезванным соглашением, но политическое содержание относит их к важнейшим документам. Это Ламбатерская совместная декларация 2006 года, Московская совместная декларация 2006 года, а также Декларация о развитии стратегического партнерства 25 августа 2009 года. И второй тип документов подписан во время пребывания президента Путина на высоких полстах государства. Еще раз хочу напомнить, что приоритетным направлением нашей внешней политики является отношение с непосредственными соседами. Монголия придерживается принципа равномерного отношения с соседами, который подробно отражен в концепции внешней политики и концепции национальной безопасности. В концепции внешней политики Российской Федерации, принятой два года назад, специально указал, что РФ будет развивать традиционные дружественные отношения с Монголией. Слово «традиционные» тоже очень интересное такое. Если сказать коротко, монголо-российские отношения развиваются стабильно, но любые соседи сталкиваются с определенными проблемами. Это можно объяснить тем, что каждая страна имеет свои национальные интересы. Со стороны Российской Федерации в настоящий момент затрагивают, как мы понимаем, все же вопросы. Ну, это, в первых, недостаток вземопонимания. Наши русские друзья всегда пожалуются, жалуются, что мы реализуем то, что декларировали вместе. Например, до визита президента Путина даже было модно, что Монголская сторона не соблюдает декларацию о развитии стратегического партнерства 2009 года. Надо сказать, что в международном праве декларации считают как документ выражения единую позицию сторон и не являются юридически сильным документом. Такие недостатки взаимопонимания до сих пор существуют в политической сфере наших отношений. Потом о совместных предприятиях и объединениях. Горно-обогательный комбинат Вердинет. В Ламбатурской железной дороге есть другие совместные монголо-российские предприятия. Российская сторона обратила внимание медиа-инвестиции для Ламбатурской железной дороги. Идет много разговоров о внедрении новых технологий и увеличении грузооборотов. Действительно, у Ламбатурской железной дороги есть наша главная транспортная артерия. Мы знаем, что будет равноприбыльным для нас обоих, если добьемся увеличения его мощности. Но на реальном положении дел мы в основном занимаемся только двусторонным транспортом и только в односторонном направлении, как, например, Россия-Китай, Россия-Монголия или Монголия-Китай. При этом доминирует направление Россия-Китай. Такие условия, пусть даже в случае увеличения мощности железной дороги, транспортная мощность все же не может уличиться. Это означает, что будет оставаться в старом объеме. Поэтому, если не будут обеспечены предварительные транспортные условия, если не будут подписаны транзитно-транспортные контракты между двумя странами, то не могут увеличиться объемы транспортировки грузов и не может увеличиться прибыльность железной дороги. Но если нет товарооборота, то при всей технической реконструкции и инвестициях прибыльность не может увеличиться. Здесь нужно отметить откровенно, что структура экспорта Монголии и России стала практически однородной. Обе страны стали поставщиками сырья для однородной и неудивительной промышленности и имеют почти одного покупателя. Это, конечно, Китайская народная республика. Если сказать прямо, то в связи с украинскими событиями все более увеличиваются тенденции иметь единственного потребителя. Поэтому в первую очередь инициатива и реконструкции совместной Монголовой-Российской железной дороги видится выгодной для России, но это мое мнение. Другими словами, Россия укрепляет один из важных выходов в Китай и далее в Азию. Но современное международное сотрудничество основывается на принципе взяемой выгодой. Поэтому подписание соглашения о транзитном транспорте между двумя странами будет рядом в отношении и сотрудничеством с соседствующих и равноправных государств. Вы хорошо знаете, что Монголия вместе с Китаем подписала контракт о транзитном транспорте. Мы надеемся, что через небольшое время мы подпишем тоже с Россией такой же контракт не вступающим условиям. Существует также проблема горнообогатительного комбината Ирденет. Наш северный сосед выражает недовольство, что большая часть продукции данного комбината поставляется в Китай. А для России остается лишь малая часть. Но общий объем поставленных в Китай продукции решает не только наша страна. И как мы понимаем, объем поставки идет по согласованному графику. В то же время наша страна находится в состоянии полной зависимости от нефтяной продукции северного соседа. Пока наша страна сама не производит нефть. Хотим мы хотим того или нет, нам придется покупать его в России. В таких условиях компания «Роснефт» выражает интерес о создании 100 пунктов бензоколонок. Это объясняет тем, что цены на бензин будут низкими и стабильными. Это мнение довольно необоснованное, если учитывать, что Российская Федерация признана страной с рыночной экономикой и стала членом международной торговой организации. Я рассматриваю это мнение компании «Роснефт» как попытку вытеснить рынка монгольских компаний, которые занимаются торговлением продуктов. Третье – интеграция Монголии в организациях регионального сотрудничества. Наши соседи оба предлагают нам стать членом ШОС. Но ШОС, как мы наблюдаем уже 10 лет, пока не сформирована окончательно как международная организация. Эта организация до сих пор еще не решила основной вопрос, который дал начало его создание. Так, например, проблемы границ стран Центральной Азии, хотя пока не острые, но все же продолжают существовать. Можно сказать, что мировой экономический кризис 2008 года оказал влияние на ослабление процесса глобализации и дал начало процессы регионального развития. В связи с этим активизируются различные региональные интеграции, так, например, Российская Генерация расширила Томожный Союз и создала Евразийский экономический союз. Но каждая международная организация или интеграция имеет как свои преимущества, так и негативные стороны. Поэтому Монголия будет сама решать, на какой интеграции ей следует опираться. В конце моего выступления я хочу поделиться с друзьями своим мнением, которое я вношу с собой. Единая политика со стороны Российской Федерации по отношению к Монголии, на мой взгляд, пока совершенно неопределенная. Я, как следователь, хочу сказать, что современная политика Москвы выражает интересы не государства, а некоторых групп олигархов. Другими словами, можно сказать, что на отношении наших стран оказывают немалое влияние и интересы хозяев крупных компаний и объединений, таких как Роснец, Ростек и РЖД. Я надеюсь, что наши друзья тоже дадут обоснование на обознание или мнение по данной тематике. В прошлом году мы с вами отметили крупную историческую дату 75-летия нашей совместной победы на реке Росхенгол в связи с чем президент Путин совершил работу здесь в Монголии. В этом году мы тоже отметили юбилейную дату День Победы, 70-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Будущее без прошлого не существует. Также будущее слишком запутанное с прошлым тоже не может быть. Из-за заключения моего доклада я хочу подчеркнуть, что в нашей стране имеют полную возможность видеть будущие перспективы, сотрудничать с новой равноправии и взянуть выгод. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я думаю, что есть вопросы по содержанию доклада. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Вопрос. Николай Иванович, пожалуйста. У меня три вопроса. Нет, в начале. В начале. С чем методом детокции от частного к общему. УБЖД. Это совместное акционерное общество с 49-го года. 51 на 49 процентов. А сейчас пропорции поменялись или нет? Нет. Остались. 50 на 50? Нет. УБЖД. А, УБЖД. 50 на 50? Нет. 51 на 49. 51 на 49. Да. Российская сторона. 50 на 50? Нет. УБЖД. УБЖД. Не знаю. УБЖД. УБЖД. Не знаю. УБЖД. Господин Раш. Ю. Биты. Да, да, да. Все вообще? Нет. 51 на 49. Я вот занимаюсь этим делом. У меня новой информации нету на этом. Господин Раш полжизни потерял на то, чтобы сделать наоборот. Угу. Так, теперь с КОО, РДН, как там соотношение в долине? Российская сторона, монгольская сторона? Сколько процентов за российский? За российский процент сорок терпен, монгольский 51. 51. Ну, в свое время господин Конзорик, будучи министром промышленности, очень много сделал в пользу Монголии. Да. А вот монголий Росцветмет, он кроме плавикового шпата ничем не занимается? А вот как? Нет, серебром хотели заниматься на этом месторождении Асхат, но российская сторона предлагает новую компанию, создать новую совместную компанию. Это тоже для нас, тоже интересно, если у нас есть такой совместной компанией, а как раз нет, затем нам это организовать еще одну компанию. Правильно. А олигархи давят на Путина, чтобы создать новую компанию. Ну, понятно. Им же тоже, но жить надо. Асхат. Так. Теперь вот вопрос. Нас очень интересует заход живого скота в Монголии. Не на мясокомбинат, а потому что за 90-е, вот, 2010-е годы поголовье скота очень сильно сократилось на российской стороне. И восстановление вот поголовье на уровне 90-х годов требует трехкратного увеличения. И на это уйдет лет 30. А чтобы быстро сделать, нужно завозить товарный скот из Монголии на воспроизводственные нужды. Это крупный рогатый скот, это овцы, это лошади, ну и можно уже начинать и верблюдов. Сейчас надо... А мы, в свою очередь, там была проблема в Усугуле, в Удархат и других малых народов. Там вырождается племенное стадо яков. Сарлак. Мы могли бы поставлять сарлак туда, да? Тоже вот такая возможность есть. Далее, тут же мы... У нас очень серьезная проблема с туберкулезом. И вот, несмотря на то, что медицина так далеко продвинулась в борьбе с этой болезнью, тем не менее, вот, мы занимаем, входим в десятку самых проблемных территорий России по туберкулезу. То есть, одних медицинских методов не хватает. Нужна еще какая-то помощь, еще другая помощь нужна. Такой помощью является гумыс конский. Но буряты традиционно, они не производили гумыс, и это не их отрасль. Поэтому есть такая большая настоятельная необходимость приглашать монгольский харат учить бурят, как делать гумыс. Вот это в своем раппоте я попросил вас зафиксировать. Про живой скот, про производство гумыса. Ну и очень большая совместная интересная тема это сотрудничество в Твери туризм. Мы могли бы сделать маршрут Харахарин, Улан-Батор, Улан-Уте, Байкал, Барбузин. И эту ось мы уже начинали делать с урхангайским аймаком господин Ирденебеликтором. Он сейчас Дербург, бывший губернатор. Потом он посольствую в Москве был. Потом он еще... Сейчас я, честно говоря, не знаю, где он был. Вот это один маршрут. Второй маршрут можно было бы хорошо сделать. Вот Улан-Батор, Хентей, Датал-Самон, место рождения Чингисхана, и через Ульхун на Алхана. Алхана очень тоже святое место в Агинском округе. Чита, Яравнинские озера и тоже на Байкал. Вот третий маршрут это... Это Хубцубульские направления. От Хубцубула хан Хмонды и вся Тулкинская долина это у Алум-Аршатшу. И в Долгейм-Азар-Алум. И тоже на... Через Култук на Байкал. До Альхона. Три и до Альхона, да. Вот эти направления сотрудничества надо было бы очень активно. Здесь доминанты доминирующим, главным должны выступать Монголы. Почему? Потому что вот из третьих стран туристы вначале приезжают в Монголию. Затем их на 3-4 дня на неделю на Байкал вот это уже транзитом пройти обратно. Второе. У монгольских туроператоров значительно больше опыт ведения туристического бизнеса, чем у наших. И мы бы здесь бы играли такую вспомогательную роль. И мы здесь не боремся за это. Кто главнее, кто подчиненнее. Это должно быть... для совершенной страны создательства. Вот такое. А мы бы могли в ответ есть же программа 100 тысяч квартир, да? Угу. И там 5% на село. То есть 5 тысяч квартир. Мы бы могли делать деревянную часть домов. Деревянную часть. фундамент это все там цемент туда не надо возить. Там дешевле у вас. Шифер там кровля это все там на месте. А вот деревянную часть могли бы наши делать районы. Крестьянам зимой в царское время они так и занимались. Летом занимались сельским хозяйством, зимой занимались лесом. Вот сейчас могли бы тоже строить дома, ставить там в обмен скажем на скот и на другие вещи, да? И вот такие горизонтальные связи приграничные можно развивать. И тогда можно открывать уже временные пункты перехода Зелтер, Селенге, потом в этом в Картинском районе. Ну, в общем, можно открыть еще три пункта перехода госграницы в Булгане. Вот такие вопросы я попросил у себя в рапорте отбить. Тогда у нас может быть был более предметный разговор в следующий раз. Спасибо. Я мог еще говорить. Спасибо. Пожалуйста. Студенты. Здравствуйте. Я студент предприятия у меня есть вопрос. На территории Российской Федерации есть какой-нибудь организации, которые имеют монгольские инвестиции? Как ресторан модель на Макаре. Крупную крупную не знаю. Но слышал, я там не был. В рапорте я читал, что в Москве есть гостиница Ламбатер. Под названием гостиница Ламбатер. естественно. Но я не видел искания нашего времени. Но вообще таких крупных таких инвестиций нет. Я отвечу почему. Когда вы спросите монгольских бизнесменов, а там есть ребята с деньгами, давайте идите к нам венкам, венкам. Они боятся. Боятся не потерять свой бизнес, физически боятся. Потому что они смотрят все российские телевидения. Там на всех каналах только одни убийства. Так? Потом французская Total компания крупная. Он был на стороне России в конфликте с Украиной. И то пьяный тракторист выехал на летное поле. И он на взлете напоролся на этот трактор и этот представитель погиб. И вот таких примеров по России очень много. И действительно иностранные инвесторы, нормальные, не бандиты, а нормальные инвесторы, боятся идти к нам за боязнь своей личной жизни, не только за свои деньги. Вот такой имидж создает нас средства массовую информацию. Простите, законы строгие. А? Законы строгие. Это говорит студент юридического факультета. Простите, законы строгие. Да. Господи, поздравайте. Строгие законы, это трудно соблюдать. Закон для меня должен быть таким простым, чтобы все соблюдали. независимый исполнение. Такой вопрос, который касается в большей степени регионального взаимодействия. Опять-таки, если говорить про медийное пространство, у нас есть такие сериативы, представления, что монгольское мясо не выпускает, потому что жесткие требования именно ветеринарного контроля. Хотя на самом деле получается так, что монгольское мясо природное происхождение, нет всяких добавок. Еще одной причиной является то, что нет инфраструктуры именно в Монголии. То есть Россия бы готова закупать мясо, готова в принципе открыть такие поставки, но нет таких мест базовых точек, где можно было мясо оптимно закупить и транспортировать именно на территории России. Какая у вас по этому поводу информация? Это кто так бывает? ремень и брызг в целом. У них есть ассоциация мяса переработки. Термеры, да. У них яблок и ботулки, у многих есть такие склады большие. Вот именно компания которые наши страны хотят поставить мясо выбирают российская сторона. Эти ветеринары не дают. Наши. да, да, и еще если смотрим в 1921 году у нас было 750 тысяч человек жителей, а сейчас уже 3 миллиона. Можно сказать, что 5 раз увеличится, но это тоже если мясо было плотнее тогда бы такой возраст. не дай бог кто заболеет от этой жизни. всем понятно, что продукт и безопасность тоже являемся одним главным элементом безопасности, поэтому те, кто занимаются этим бизнесом, наверное очень строго разоблюдает свои нормативы. А вот эти арабские страны баранину берут или не берут? Сейчас мы договорились с Саудийским Эмиратом, да, поставка. Охлажденный или замороженный? Наверное, охлажденный. Самолетом? Да. Потому что другой выбор нет. Но только что у арабцев другой метод. Рез. Да. А у нас тоже другой метод. Все засередине, да? колени на них. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Минсанч. Вопрос, да. Вот просьба. Для того, чтобы расширить русско-языковое пространство в Бонголии, там оказывается не нужно много усилий. Просто в России действует федеральная целевая программа развития русского языка за рубежом. Но эта программа распространяется только на страны Сен-Ге. Если туда подключить Монголию, то появляется источник финансирования. И тогда РЦНК и частные даже мы регионы могли бы по Айбакам начинать создавать классы или даже школы обучения детей на русском языке. На один Айбак такой одной школы хватит. Мы эту работу начали проводить в начале 2000-х годов, но тогда у ваших учителей зарплата была всего где-то 60 долларов. И на эти деньги наши учителя не ехали туда. Условия не очень хорошие, зарплата низкая, они отказывались. И сегодня я знаю, что более половины частных школ в Лан-Баторе русские все закрыты. Частные? Частные закрылись. РМЛ там большие частные все закрылись. И сейчас осталось одна или две часа. Это русская гимназия в третьем микрорайоне и еще одно. И две государственные это 14-й посольская и там где Саранзон вообще ответит. Да, будешь ответить. Вот чтобы монгольская сторона инициировала включение Монголии в федеральную целевую программу развития русского языка за русском. Тогда Бурянский госуниверситет, Читинский госуниверситет, Иркутский госуниверситет могли бы кадровую учебно-методическую часть всю взять на себя. по первой части доклада было сказано, что один из блоков вопросов, который возникает между нашими странами, это низкая степень выполнения договоренности заключенных. Безусловно, ссылка на декларацию о развитии стратегического партнерства в следующем году она если я не спорю в том смысле, что сам по себе документ не требует не обязывает к выполнению. Но есть же у этого вопроса с другого стороны. Есть же более конкретные документы в свое время подписанные между двумя странами, которые не нашли своего продолжения. и один из точенков, один из факторов это внутри политическая ситуация в Монголии, о чем говорят сами монгольские политики, действующие политики, ученые, это отсутствие преемственности в выполнении взятых на себя обязательств. Частая смена правительств, правительственные кризисы, они по сути обнуляют существующий уровень договоренности и вновь пришедшие люди не начинают с нуля всем. Опять на те же граждане. Да, причем ладно бы это была позиция только российской стороны, это отмечают почти представители всех стран иностранных, которые здесь. Собственно, уже неоднократно упоминавшись сегодня посол Кэмпбелл, она сама об этом говорила несколько раз, и даже китайская сторона, которая всегда терпеливостью и выдержкой в этих отношениях в последнее время я зафиксировал несколько высказываний официальных лиц, что тоже неплохо бы увеличить степень преемственности. Централизуемость. Ну, а это уже просто как следствие. То есть один из источников это вот они, грубо говоря, мы вчера договорились с одним человеком, а сегодня это уже другой, который ведет себя как будто впереди. Да, вот как это. Это даже не то, что это не вопрос, это позиция. Я совершенно согласен с тобой, потому что мы постараемся создать демократию, и политический режим должен быть в демократическом форме, но каждый режим, система, правительства имеют тоже некие недостатки. Одна из недостаток это много переменных в правительстве. И внутри политики наши имеют тоже внутри много проблем. Сперва надо этих всех решить, потом может делать некие другие договоренности, но если вот так ждать, что будет все хорошо в Монголии, тогда нам же трудно относиться с другом, поэтому все свое время идут, хорошо и плохо, но все-таки идут, поэтому мы надеемся, что будет тогда еще неинтереснее, если все будет уладиться, с чем будем заниматься? Я буду заработать с тобой. Тогда провинции надо два раза сократить в России и в Монголии. Вот я анализировал в свое время соотношение выполнения договоренностей Китая-Монголии и России-Монголии. Анализ делал с 2003 по 2006 год. И у меня было 15 договоренностей российско-монгольских и 15 китайско-монгольских. У нас коэффициент реализации был 0,0. Ни один этот не выпал. А у Китая был 0,7. Это высокий процент попадания. И вот с тех пор я думаю, что у нас в России основная беда это неисходимость слова сделан. У нас и внутри не выполняется договоренность. Тоже коэффициент очень низкий. Но я по поводу вашей демократии вот что хочу сказать. Стремление азиатских стран у себя адаптировать западные демократические укладки. Правильно ли это или неправильно? Весь центральный азиат? Вот когда мы пытаемся азиаты воспринять западные принципы демократии. Вот я приведу документ номер 9 Китая, который утвержден Син Цепином и прошу обсуждение во всех парт организаций. К внешним угрозам Китая они отнесли самые опасные для Китая тенденции в глобальном обществе. Они считают, что это первое западная конституционная демократия, для них неприемлемо это. Второе продвижение всеобщей ценности защиты прав человека, они тоже отрицают, это вредно для Китая считают. Третье миф о независимости средств массовой информации. Четвертый гражданский контроль за государством. То, что мы все время гражданские институты, гражданские институты, гражданские общества. Гражданский контроль за государством. И пятое это обсуждение сложного прошлого Китая. То есть вот эти пять пунктов считают вред для Китая. Это какого года? Прочтите журнал Forbes, я не помню много, за 13-й год, за 14-й год. так вот, я начал задуматься, вроде это ортодоксальный подход китайский, но почему же они против демократии по всей позиции? Ну, наверное, это вредит развитию Китая. Что мы добились, когда развенчали Сталина, развенчали хрущевский реформатизм, развенчали брежневский застой, что добились? Улучшилось от этого российского общества или не улучшилось? Я думаю, что ухудшилось, и в этом плане можно согласиться с вредностью этого документа и для нас. А вот миф о независимости СМИ я тоже здесь согласен. Вот независимый. Какой канал не включи, одна стрельба, драки и пьянство и разврат. Ну, тут защита и прав человека тут тоже можно поспорить. Поэтому на мой взгляд азиатским вообще народам надо параллельные демократические позиции вырабатывать. Постепенно, так сказать, распускать эту волю народа. Я могу так сказать, что я как я сам человек не очень недоценный и Китаю, но я очень доцену, что в Китае есть такой режим правительства. Это для нас самое хорошее. Чтобы у них была демократия, тогда сколько лет можно выжить у нас сто. С другой стороны, Монголия для нас, если честно, правда, говорю, что мы живем среди двух таких гигантов, которые российская сторона ведет демократии по своей дороге, а мы тоже по своей. У нас идея только западная, но мы реализуем на своем родине, на своем традиции, на своем истории. Поэтому наша демократия это такая демократия, которую не можно ни с кем сравнивать. Я так думаю. Но она очень хорошо занимается демократией, наверное, на что-нибудь она всегда меня критикует, что я такой радикальный человек, который всегда не смотрит какое-то достижение, всегда думает о папу. Так бурманин запах кофе может так подошь. У нас еще немного времени есть, я хотел бы немного добавить. Николай Иванович действительно вот такую тему Китай, Россия, Монголия взаимоотношения. Что касается пятого пункта, который вы назвали в анализ прошлого китайского общества, здесь действительно очень четкая позиция у китайцев. Они говорят, элементарный вопрос, как вы оцениваете деятельность Мао Дзун? Ну, что, нельзя оценить, потому что очень мало времени прошло, очень мало времени. А мы, если брать нашу культуру, мы уже оцениваем деятельность Путина. Сегодня сняли, завтра уже критикуют. Да, мы уже оценим деятельность или оцениваем ацетума. Там понятия даже нет, что они куда-то выносили. Там он всегда привлекательен для всех. И второй момент, наверное, здесь нужно рассматривать более таких глобальных позиций с точки зрения цивилизационного подхода. Даже те же самые, допустим, историю государства Китай и историю российского государства. То есть в плане соотнесения возраста, если брать субъективно такие вот то есть в плане отношения возраста. И поэтому здесь, наверное, очень много глубинных таких причин. Они истории не переписывают после каждого президента. не уважаемые коллеги, закончили сниж вопросом, да? Да. отец. 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 Продолжение следует...